Из Яндекс.Лавки сало. Вот именно его поджаришь на сковородочке и яичко туда. Просто прусть нереально. Я, кстати, блин, не то что недавно, уже давно, месяца три назад давал интервью для журнала Dark City. Да, я себе даже купил номер с собой. И, типа, там интересно было, что мы с чуваком побазарили по скайпу, он записал это и все. И, типа, он мне спустя два месяца написал выпуск, пошел в печать. И он мне не присылал текстовый вариант на согласование. Но просто я точно понимал, что мы набазарили намного больше, чем он напечатает, потому что это был один разворот. И я купил, мне просто было интересно, как он это сделал. И он удивительно сделал. Я думаю, что он мог реально это не согласовать, потому что там не было ни одного слова, которое я не сказал. Просто это была удивительная компиляция того, что я говорил. То есть, ну, через предложение. В некоторых предложениях убраны некоторые слова. То есть, он, как бы, мою прямую речью, как конструктором воспользовался абсолютно и собрал из этого, как бы, довольно стройный рассказ. Ну, вообще, если бы я знал, конечно, что это будет вот так, я бы сказал, просто пришли вопросы, я тебе напишу, потому что я хорошо умею писать и всем было бы проще. Во-первых, есть ответ на твой вопрос. Ты говорил про стереогитару. Я думаю, тебе ответили уже, что была советская стела, которая могла в правый и в левый канал разводить звук. И, соответственно, верхний, средний и нижний, ты мог настроить, что они там одно налево отправить, другого направо. Нет, не можешь. Не можешь? У тебя же высота ноты меняется в зависимости от того, где ты ее на грифе зажимаешь. Струна-то одна и та же. На пианино каждая клавиша — это струна. И поэтому ты ставишь два микрофона, и у тебя низкие ноты в один микрофон громче идут, высокие в другой микрофон громче идут. Ты их разводишь по панораме, у тебя получается низкие слева, высокие справа. А в гитаре нет. В гитаре одна и та же струна издает много нот. Ты можешь отправить просто басовые струны, например, через один звукосниматель влево, тонкие струны вправо, но это так не будет работать. На пианино каждая более высокая нота немножко смещается по панораме, поэтому она так широко звучит. А гитары нет. Я думал, на настоящей гитаре, где физически извлекается звук, это невозможно сделать. Только если каким-то хитрым фильтром, который будет анализировать, быстро улавливать питч ноты, понимать какая это нота и ее паранорамировать. А то есть, как автотюн? Ну как автотюн, но с панорамой, да. На мастере будет у тебя. Ну это нахуй не надо, конечно. Да, ну вот была такая советская гитара. Вот у меня просто человек рассказывал про нее, я такой, когда ты спросил этого вопроса, типа, а была же гитара, называлась Стелла. Вот, и я такой вспомнил, надо тебе рассказать, подумай. Я понял. Не, ну я в курсе, что там советские гениальные инженеры, но пользоваться этим, к сожалению, сегодня нереалистично. Ну она и тогда не работала. Первый вопрос тебе, как и всем, кто сюда приходит, как для тебя началась музыка? Первый ответ. Нет, я хочу сначала сказать тебе большое спасибо, потому что музыкальная журналистика вместе с лока, как и локальная сцена, она тоже мертва абсолютно полностью. И очень здорово, что кто-то занимается такими вещами, как ты. Неожиданно, конечно. Ну, типа, реально же нечего посмотреть и почитать. Вот есть, видимо, как мы выяснили, одно печатное издание в виде журнала Дарк Сити, есть несколько каких-то более-менее вменяемых пабликов, есть два с половиной канала на Ютубе, где вот, ну, ты можешь о чем-то узнать про локальную рок-метал сцену, ну, назовем это так. И я считаю, что это обязательно этим надо заниматься и надо ее возрождать, потому что журналистика присутствовала раньше. Я помню. А сейчас отсутствует. Так что да. Что, какой вопрос? Как для тебя началась музыка? Душнейший вопрос. Я очень не люблю это все. Короче, я учился в десятом классе. Это было сто процентов. Я учился в очень хорошей московской школе, но я не интересовался обучением, поэтому в десятом классе, когда вот это было перераспределение в старшую школу, меня перераспределили в класс для дебилов. Туда пришло много ребят из других школ, которые были послабее, как бы, по уровню преподавания, там, обучения и так далее. Ребята тоже были, ну, так сказать, попроще, типа, и мне, на самом деле, очень понравилось с ними общаться. Они были более веселые. И мой кореш, корефанчик, принес зачем-то акустическую гитару в школу. Он не умел на ней играть, и никто не умел. И кто-то вот из этих ребят такой, о, типа, гитара, дай. Он ее взял и начал частушки матерные петь. И все вот так вот вокруг скопились, такие, ебать, магия происходит, искусство. Человек рождает музыку, юмор одновременно. И все, я такой, я, я, типа, я научусь это делать. Вот так. Ну, ты играл на гитаре. И, соответственно, у меня есть вопрос к гитаристам. Ну, я, это в целом, он, в целом, профиль даже к тебе подходит этот вопрос. Так. Частично ты в блогах себя на него ответил, но я тебя спрошу. Просто я смотрел интервью Джека Уайта, и в интервью он сказал, что, типа, первый инструмент, музыкант должен быть максимально плохим, чтобы в борьбе с ним, преодолевая борьбу, он учился. Потом играть будет легко на всем. Близко ли тебе этот подход? Не согласен полностью. Первый инструмент должен быть нормальный. Вообще, я к инструментам отношусь следующим образом. Есть кал, который нельзя использовать. Это инструменты, которые не годятся, если мы про электрогитары говорим, не годятся профессиональному применению по факту. Они либо не строят, либо у них, там, типа, изогнутый гриф, либо звукосниматели не выдают. Это, типа, никто не должен обладать такими инструментами. На плохом инструменте ты не поймешь, а как вообще на нем играть. Это полная хуйня. Джек Уайт, при всем уважении, очень слабый гитарист и играет очень примитивные партии. Возможно, потому что он сломал пальцы, типа, вот, своими херовыми инструментами. Ты на плохой гитаре никогда не поймешь, как играть, там, типа, легато, как играть в хаммеры, пул-оффы, как играть искусственные флажолеты. Они просто там не работают, этот инструмент не может их выдать. И плюс ты будешь играть на инструменте, который плохо строят, у тебя будет неточный слух, потому что ты привыкнешь к тому, что твоя гитара все время звучит фальшиво. Это очень плохо. Поэтому нет. Потом идет сегмент нормальных гитаристов. Нормальные гитары — это гитары, которые, ну, классическая вот эта, б.у. японец, 500 баксов. Ну, типа, это действительно. Вот сейчас можно купить за 18 тысяч рублей при сегодняшнем курсе совершенно невменяемом. Японский Фернандес 90-х годов — это отличная гитара. Если на нем поменять звукосниматель, это профессионально становится гитарой. Это стоит дешевле, чем пойти в магазин и купить нового китайца какого-то. И вот это инструменты, на которых вообще все и работают. То есть на таком инструменте нужно и учиться, и записывать, и выступать. Потому что он звучит, он строит, его не жалко, типа, уронить. А потом идут коллекционные гитары. Это гитары за, там, две и более тысяч долларов. Ты покупаешь эту гитару и, как мудак, боишься ее стукнуть. Потому что ты ее стукнешь — сразу минус 500 баксов, короче, от цены. А ты, выкупая инструмент, всегда рассчитываешь на то, что ты его продашь потом. Ну, вот почему-то так устроено. Очень мало гитаристов коллекционируют гитары бесконечно. Обычно ты купил, поиграл, продал, купил что-то другое и так далее. Я бы продал вот недавно гитару за, там, тысячу двести долларов, потому что я понял, что я не могу к ней относиться, как я отношусь к своим гитарам. Я к самым гитарам отношусь так вот. Я поиграл, поставил, что-то, и она вот так по стене. И я такой, ага, и мне похуй. А эту гитару я такой поставил и думаю, ну, сейчас она упадет, коцнется, и все, и типа, я ее не продам. И все, я от нее избавился. У меня самая дорогая гитара — это японский Джексон СЛСМГ. Я не знаю, сколько он стоит. Ну, я думаю, что типа, ну, на БУ-рынке он стоит сейчас около 80 тысяч. Но это просто из-за курса, из-за того, что это типа хорошая линейка в свое время была и так далее. Но это не дорогая гитара. Это моя самая дорогая гитара. Остальные все гитары стоят типа 30-40 тысяч. Короче, я не согласен. Нет. Ну, типа, это травма. А ты самоучка, получается? Да. Моя первая гитара была Ташкентского табуреточного завода акустика. И это был ужас. И я не мог зажать баре, потому что это была классика с толстенным грифом, широченным. И с вот таким расстоянием типа от струн до первого, ну, до порожка. И просто я, наверное, и сейчас не смогу там зажать баре. Я мучился месяцами. А потом, когда мне досталась нормальная гитара, я просто взял и зажал его. Ну, типа, зачем это? Этот стоицизм какой-то там, ну, с точки зрения философии, наверное, это классно. Но, типа, с точки зрения жизни я такие вещи не одобрял. Как говорил наш классик, современник, ставший классиком, великий философ Моргенштерн, нахуй заебываться, если можно не заебываться. Ну, у нас же как это, Достоевщина, вот это строчепуть, творчество через страдания. Ну, я против. Ну, а ты, кстати, вот работаешь в жанре, который вроде бы не самый популярный. Это скоморожество, так называемый. Насколько сложно в России этот стиль продвигать? Очень легко. Юмористическая музыка очень любима в России. Артист номер один в России – это Ленинград, Сергей Шнуров. Это шутки, прибаутки. Это скоморох самый настоящий. Просто конкретный жанр, в котором я это стал делать, тяжелая такая, притрэшованная, комедийная, металлическая музыка, он довольно узок. И то, как бы мы неплохо выстрелили в свое время. Шутка была актуальна на тот момент. Она перестала быть актуальной году в 2018. И был период, когда я не понимал, чего делать. Потом я начал потихоньку нащупывать, как это надо делать по-другому. Сейчас снова этим занимаюсь. И снова это работает. Поэтому, нет, юмористическую музыку исполнять очень легко в России. Вообще, мне кажется, во всем мире. Ну, типа шутка, она либо смешная, либо нет. Если у тебя получается смешно шутить... Ну, просто у нас песни про любовь. Топ-1. Ну, это стандарт золотой индустрии. Поп-песня про любовь. Или грустный рэп про телку. Но за ним, как бы, всегда начинается что-то типа веселое. Когда вот... Ну, раньше же, если вот оглянуться, вот в 90-е, да? Там весь металл, там группа Палата, еще много всяких. Даже та же самая Кувауда. Ну, да. Они же все трэш-смешные штучки при баутке делали. Ну, да. Тот же Немаляев. Но я когда открыл, просто я нашел старый метафорум, и там типа 14-го года рецензия на Бау. Да как они смеют металл, это все серьезно. Юмор и Бау, юмор металл и Бау несовместимы. Типа, что он себе позволяет? Я такой думаю, что? Почему? Ты будешь смеяться. Я с этим сталкивался в реальной жизни. Я рассказываю всем эту историю. Там вроде бы, как бы, я никого не обижу сильно. Да мне, в принципе, похуй, как бы, ребят. Хотите обижаться? Мы выступали, по-моему, в прошлом или в паза в прошлом году на фестивале Rock on the Water. Это фестиваль, который организовывает мой корифанчик, хороший приятель Игорь Булынин. Он просто Игорян. Мы всегда там выступаем. Причем мы выступаем бесплатно, по бартеру. Нас просто селят и кормят. Потому что мы дико кайфуем от вот этого феста. По-моему, это было в прошлом году. И вот после феста выкладывают фотографии. Там было три фотографа. И ни у одного в отчете нет нашего выступления. Я пишу Игорянну, а что, нас не фоткали? Он такой, блядь, в смысле? Я говорю, ну, типа, он такой, я сейчас спрошу. Я говорю, ну, ты можешь не спрошить? Я знаю. Почему? Потому что вот остались еще вот это рок-братство, как Юрий Петрович их называет, орлы на мотиках. То есть люди какой-то просроченной закваской в мозгах, которые считают, что мы, типа, предаем металл, что мы враги металла, что так нельзя делать. И, типа, они из неуважения к группе выключили фотоаппараты и не фотографировали нас. И Игорян им написал, ой, я пошел какать, я пошел кушать. Ой, не знаю, так случайно получилось, что я пропустил выделенного жирным хедлайнера. Ну, это, конечно, это меньшинство таких людей. Подавляющее меньшинство. Но мне интересно, почему первый раз ты закрыл БАУ? Ой, блядь, я так и думал, что ты вспомнишь про это. Это было сразу после первого тура. Ребят, кто любит минералочку, но вас смущает количество газиков. Вот архы сгазированная, это прямо слабо газированная минералка. Очень рекомендую. Архы, свяжитесь со мной, пожалуйста, за интеграцию надо оплачивать. Ну, она реально, вот, знаешь, типа, чуть-чуть газированная. Это редкость. Обычно вот скрываешь и... Мы съездили в первый тур, и мы зря в него поехали. Мы были к этому не готовы. Тогда со мной играл Дима Мельник, Диман здоровый. И он до этого съездил в гигантский, какой-то абсолютно сумасшедший тур с группой Молекул. А они, по-моему, типа, два месяца турили. У них было, типа, 50 городов. Ну, какое-то абсолютное безумие. А я тогда еще даже, ну, помыслить не мог вообще каких-то выездных концертов. И он съездил и, типа, научился, как это устроено, как это работает, как это делается. И он пришел в БАО играть на басун. Мы порепетировали, повыступали буквально немножко. И мы дали хороший концерт в театре. Но это не тот легендарный концерт, на котором 700 человек было, и там было просто мясо. А это, по-моему, предыдущий концерт, где было там, типа, 300 человек, может быть. Когда мы пьяные в говно выступали. Ну, неважно. И он такой, все, нам надо ехать в тур. Я говорю, я понятия не имею, как это делать. Он такой, я организую. Я знаю ребят на местах. Я всем позвоню, напишу. Я сорганизую вам тур. И он этим занялся. Он нам организовал тур. И мы поехали. И мы очень сильно переоценили свою популярность. На концерты пришло просто катастрофически мало людей. То есть где-то было, типа, 10 человек. Это было физически сложно, потому что мы не знали, что ожидать, к чему готовиться. Поэтому мы очень неправильно отнеслись ко многим вещам. Как кушать, как какать, как спать, как ночевать, в каких квартирах и так далее. То есть я помню, как я ночевал под столом с рассадой, короче, на хате в Ёж-короле. Это первое. Второе. Конечно, мы совершенно не понимали, сколько придет людей. Мы не подозревали, что настолько мало. И половина концертов будет настолько грустными. И третье. Это мы влетели по деньгам очень жестко. И поскольку как бы тогда уже в группе была модель, что всю финансовую ответственность несу на себе я, у меня были какие-то еще накопления после работы настоящие. И вот я всрал их почти. Я помню, по-моему, в минус 150 тысяч рублей этот тур вышел. Но это типа 14-й год. Это другие 150 тысяч. Это как сейчас 1400, наверное, может, 300. И, конечно, я впал в какую-то просто полнейшую фрустрацию и депрессию. Я был абсолютно опустошен морально. И как-то сгоряча я решил, что ну типа нахуй-то надо. А мне интересна вот эта модель. То, что люди ничего не получают у тебя в группе. Ну потихонечку начинают по чуть-чуть получать. Просто чем их ты их мотивируешь? Участвовать, играть в группе, на концерты, в которой приходят люди. На самом деле для большинства музыкантов российских это достаточная мотивация, чтобы участвовать в группе. Что на твои концерты будут приходить люди. Потому что, насколько я знаю, 90% наших групп выступают для друзей. Ну это чувство, когда на тебя пришло 200 человек, например. Ты их не знаешь. И они ведут себя как реально, как ты видел на ютубе. Себя ведут люди на концертах популярных групп. Модель очень простая. Я когда со всеми ребятами мы договаривались, со сотрудничеством, я говорил, мы ничего не зарабатываем. Не надо думать, что из-за того, что за концерт заплатили денег, это значит, я их заработал. У нас огромные расходы. Куча надооборудования. Очень много в рекламу денег вкладывается. Как бы условие было простое, что я беру на себя расходы, и я забираю доходы. И я эту бухгалтерию там внутри себя сам подбиваю. И по факту, на самом деле, она нулевая. Просто потому, что я продолжаю инвестировать в проект. Поэтому бывает ситуация, что мы выступили, и нам заплатили там за концерт, ну не знаю, 200 тысяч рублей, например. И прямо сейчас эти деньги никуда не уходят. И может казаться, что их бы поделить на всех участников группы. Но я эти деньги откладываю, и спустя там два месяца у нас выходит какой-то релиз, и я их вкладываю в рекламу релиза. Вот как это работает. А что люди получают помимо участия в группе и внимания? Ну, по-разному. Ну вот, например, наш гитарист Илюха, он производит мерч сам. Он делает вот эти офигенные футболки с кровью, как будто типа ее сняли с человека, у которого голову отпилили. Она такая вся. Ну и продает их на концертах. Я с него как бы ничего за это не прошу. Это вот его как бы приработок. Ну, там, к Аньке, басистке, я знаю, кто-то записался на занятия, на уроке, благодаря тому, что она вот как-то мелькает. К Каникею тоже хотели люди, но она решила, что преподавание – это не ее. Карыч, он просто идейный человек. Ему ничего не надо. Его типа просто прикалывает играть на гитаре в бездне анального гнетения. Просто попрекла. Причем это было очень смешно. Первый же концерт, который Карыч играл в бездне, это был концерт в последнем театре, который на каком-то заводе находился, где вот была вот эта гигантская бетонная сцена. И зал там, мы в большем зале никогда не выступали. Он был просто сумасшедший, огромный. И людей тогда пришло прилично, типа тоже человек 500-600, но выглядело как будто их там 2000. И вот типа Карыч первый раз, ну типа он пришел в группу за месяц до этого, что-то такое. И первый концерт, и мы выходим вот на эту сцену, и вот вся эта хуйня. Он говорит, я тогда ну типа просто, я не понял, блядь, где я нахожусь вообще, что происходит. И через месяц мы едем в Калугу и выступаем в клубе размером с эту комнату, где типа 35 человек, и нет отопления и света. И он такой, а, ну все, слава богу, все встало на свои места. Вот оно как на самом деле устроено. Ну просто если обычно же, если человек факапит, или ну чтобы материально оставаться в группе, ну ты понимаешь? Нет. Ну как бы, ну как работников мотивируют обычно? Если ты... Пиздюлины. Не, ну обычно финансово мотивируют тебя, что если ты проебываешься, у тебя нет минус зарплата. То как ты мотивируешь человека, который не факапит? А, слушай, ну это очень просто. У нас, ну вернее у меня к этому такое отношение. Я ничего не плачу, я ничего не имею права требовать. То есть человек приходит, например, не подготовившись на репетиции, я ему ничего не скажу. Я скажу просто, я готов к любой ситуации. Я готов к тому, что типа мы умрем посреди тура, например, все, но тур закончится. Музыкант на репетиции говорит, я, например, не готов сейчас сыграть эту песню. Я говорю, ну хорошо, не играй. Я нажимаю кнопку в компукте, отмючивается его дорожка, и он играет в записи. Если вдруг кто-то не приезжает на концерт, происходит то же самое. На самом деле так работают все музыканты, у которых много концертов. Не происходит трагедии, если музыкант какой-то, кроме вокалиста, не приехал на концерт. В плейбеке отмючивается его дорожка, и он играет. Но на самом деле, ну такой необходимости, в общем-то, и нет. Все как-то заинтересованы в том, чтобы, в общем-то, нормально выступить. Да, как бы есть разъебайство, что там песни доучиваются на последней репетиции. Ну, по большому счету, меня это не беспокоит. Я сам стал себе позволять прийти на репетиции, абсолютно не подготовившись. И я такой, ну давайте, мы вот эту песню же договаривались сыграть. Я такой, сейчас я послушаю. Ага, мы начинаем, типа, играть. Я такой, пою что-то вот абсолютно мимо всего. А, все, я вспомнил мотив, типа, ну и как бы, ну ничего страшного. Главное, это чтобы было весело. Насчет вопрос, насколько ты людей пускаешь в творчество. Ты же главный худрук, получается. Ну, 95% материала этого полностью мной написано. Ну, то есть ли у людей амбиция? Я пускаю людей в творчество на 100%, но все очень просто. Я говорю, вы мне приносите готовую песню. Не надо мне присылать риф. Я умею написать риф. Готовая песня должна быть. То есть это должно быть что-то, что уже слушается как песня. В наших песнях самое главное, это идея и хук. Придумать вот эту хуйню, которая зацепит. А, вот в чем шутка там, или вот необычная. И поэтому я говорю, ты гитарист. Хорошо, ты придумал несколько рифов. Тебе они нравятся, кажутся классными. Окей, забей под них хотя бы примерные барабаны. Хотя бы примерные, чтобы я понимал, где халфтайм, где там обычный ритм и так далее. И накинь хотя бы без нот, хотя бы просто вот таким вот вокалом, например. Но где должны стоять слова, в какой ритм и какая фраза хук. Я дальше всю канву придумаю, но мне вот нужна заготовка, уже похожая на песню. Тогда это берется. Ну, из того, что кто-то написал у нас «Потерявший себя в Ярославле» с альбома «Живый позовет этот мертвым», это песня Кирюхи, он мне принес полностью музыку, но без текста. Но я говорю, Карыч, ну давай тогда, раз это твоя песня, это будет про вот случай, как ты полгода назад сошел с ума в Ярославле. На последнем альбоме, по-моему, тоже что-то есть Кирюхиное. Или на предыдущем. Ну, короче, есть еще что-то Карычевым сочиненное. Кирюх, не обижайся, пожалуйста. Я плохо помню. У нас в «Бездне» сто песен. И кроме «Бездны» я еще сто песен сочинил. Я не придуриваюсь, я правда не помню. Я недавно спрашивал, кто написал песню «Спортивный металл». Я говорю, Илюха, это же твоя песня. Он такой, нет, твоя. Я говорю, похоже, как будто твоя. Он такой, ну, видимо, ты впечатлился. Я искренне, правда, я был уверен, ну, типа, несколько лет, что это Илюха песню написал. Песня вот из хитовых «Гитлер живет в Антарктиде». Это вот песня Илюхи, гитариста. Ну, там тоже как бы текст, все хуки додумывал я, но он принес готовую музыку. Прям все рифс, драмс, вот эту всю хуйню. Я за, но просто, к сожалению, то, что я делал за полдня, все остальные музыканты делают за полгода примерно. И поэтому попадает довольно мало материала в релизы. Я вот слушал твою музыку, пока готовился. Приятно. Вот, и мне стало интересно. Я понимаю некоторые песни, что их срок, вот уже мемесов этих, уже даже сейчас уже на излете. Ты понимаешь то, что, ну, словно твое вот это творчество, как бы ты серьезно к нему не относился, хотя ты говоришь, что несерьезно и прочее. Везде, во всех интервью ты говоришь несерьезно, но при этом видно, что ты заморачиваешься. Мне просто интересно, ты понимаешь то, что их актуальность, людям порог вхождения все сильнее и сильнее нужен будет в БАО, чтобы понять, в чем шутка. Да мне насрать. Вот я понял твой вопрос, и я об этом думал, мне насрать. Я пытаюсь сделать что-то, что мне сейчас смешно в моменте кажется. Ну, похуй. Слушай, есть песня «Песе деньги». Я ее сочинил, когда читал паблик работников 5.2, «Ачивмент лист». И там была ачивмент лист охранника. И там была такая ачивка «Песе деньги». Отработать месяц и получить зарплату меньше минимального размера оплаты труда. И мне стало дико смешно «Песе деньги». Я стал использовать это выражение «Песе деньги». Ну, типа, какая-то вот небольшая сумма. Я написал песню про это. И выяснилось, что нахуй никто в России не в курсе этого вот жаргонизма. Никто не знает, что такое «Песе деньги». И люди писали в комментариях, блядь, ну, типа, мы ввели в гугл, пишут, что есть такая река. Это что, песня про реку, типа. Но кто как бы понял, те, ну, дико проперлись с этой песней. И «Песе деньги» уже немножечко пошла, как бы, ну, в народ. Благодаря этой песне этот локальный мем чуть-чуть как бы пропушился. То есть люди стали выкупать, что «Песе деньги» — это какая-то мелкая сумма. Я был уверен, что все знают и что все права прутся с этого словосочетания. Оказалось, никто его не знает. Ну и насрать. Песня типа слушается, у нее есть прослушивание, людям нравится. Поэтому нет, мне абсолютно плохо. А когда коммунисты неиронично твою песню слушают? Кайф, супер. Она же неироничная. Неироничная? То есть твои взгляды? Ну, для коммунистов. А кто слушает иронично, она ироничная. Это же искусство. В этом же и прикол. Ты когда смотришь на картину, художник не стоит рядом и не объясняет, что он там нарисовал. Ты вот что увидел, в этом и смысл искусства. Что ты увидел, то оно и значит. Ну, я понял. Нет, я просто для тебя, как для автора. То, что иронию не выкупили. Так там нет никакой иронии. В «Совке» же реально было вкусное мороженое, и квартиры бесплатно раздавали. Так как сейчас бесплатно раздают, что ничего не поменялось. Я считаю себя, ну, свои песни, кривым зеркалом. И я это зеркало, вот ко мне подходит человек, как вот он себя увидел, так я и подтверждаю, да, ты все правильно понял, это именно так. Ко мне подходят и спрашивают, а просроченная гниль, это типа что против Навального песни? Я говорю, нет, это про то, что в магазине «Пятерочка» типа испортились продукты, и вот они стекли на пол. Я говорю, там же ничего нет про Навального. Там же про продукты. Откуда вы взяли Навального? Ну, то есть в этом и прелесть, что это можно с любой стороны, типа, а можно сказать, вы что, тупые, что ли, блядь, песни про продукты? Это же про Навального. Ну, как угодно этим можно крутить. И у меня нет в этом послания никакого. Мое единственное послание по кекоти полалировать. А когда ты сдался? Ну, все ютюберы рано или поздно сдаются в плане спора с комментаторами. Довольно быстро. Ну, окончательно, вот прям по-настоящему полгода назад я перестал читать комментарии. Так могу пролистать. Я могу две недели вообще не читать комменты на ютубе. Вот под своими роликами. Раньше, конечно, я читал, отвечал. Сейчас чисто по настроению. Не худел, зашел, полистал. Но я... Ну, там типа, я просто ставлю лайк всем комментариям, которые не оставили меня равнодушными, которые я предугадал. То есть, если человек пишет, нет, ты не прав, это вообще все не так устроен, мудила, блядь, тупой, я ставлю лайк обязательно. Да. Или если человек пишет, блядь, ты просто вот все, что я думаю, пересказал, я тоже ставлю лайк. А если какой-то типа там, блин, когда выйдет, что там у них слим-бискет? Я такой, мне интересный комментарий. Оставляю без внимания. Когда-то вот, ну, я к рубрике сейчас немножко дерну, а потом вернемся к Бау, чтобы я просто... Как? Что тебе интересно? Мне все интересно. Я поэтому буду... Я просто, чтобы разнообразие был, чтобы люди охуевали. Ну, это мой стиль, короче. Я понял, что... Я так мыслил фрагментарно и не умею мыслить структурированно. Ну, и нормально, почему нет? Ну, из-за этого у меня палитра вырисовывается в финальном интервью, люди приходят к мысли какой-то, и я рад. Если не приходят, то еще больше рад. А вопрос у меня такой, когда вы начали другом своим разбирать темы больших музыкантов, и вы увидели, какую хуйню они иногда страдают? Ты знаешь, для Жоки это не было как бы особым сюрпризом. Он, в принципе, был знаком, но да, некоторые вещи, конечно, повергают. А для меня, на самом деле, это было очень полезным. Потому что, ты знаешь, помимо того, что там что-то плохо исполнено, это хуй с ним. Ну, типа, на самом деле. Это без разницы. То есть я уже сам давно оставляю на записях кучу какого-то мусора и некачественно сыгранных вещей. Это никто не слышит. Этого никто не слышит. Когда ты в себе перешагиваешь вот этот вот психологический барьер, который, например, я перешагивал 18 лет. Когда ты перестаешь писать музыку для музыкантов и начинаешь писать музыку для людей, ты осознаешь, что абсолютно похуй вообще, как и что ты там сыграл. Люди этого ничего не поймут. Людям главное, чтобы оно сложилось в картинку, которую он может воспринимать, и чтобы он сочетал месседж, то есть эмоциональный настрой музыки и текст. То есть это все нормально. Но вот в этих стемах очень часто некоторые инструменты звучали дико. Дико в том плане, что я никогда их так не слышал, потому что в миксе оно звучит нормально. А тут мы слушаем, например, бас, и он звучит ну дико. Только низ есть у баса, например, и все, нихуя больше нет. Или мы слушаем гитары, а они вот прямо супернеприятный звук, вот там очевидно, прямо какие-то вот такие фильтры использованы. То есть, типа продюсер, там звукорежиссер такой, гитары в диапазоне 500 герц нам не нужны. Он бьет и там минус 26 децибел делает типа на консоли. И там нету этого диапазона, и в соло это слушается страшно. Но когда она ложится в микс, все работает. И вот для меня это было очень полезно. Я понял, что инструмент в соло, когда ты сводишь, может звучать хуево. И это абсолютно нормально. Я стал так делать, и я сделал следующий шаг в миксинг. То есть вот в этом плане это для меня было суперполезно. А что касается того, что там хуевато все трекнуто, наоборот, это классно. Мне кажется, это должно всем помочь понять, что они там не боги абсолютно. И что, типа, они звучат на уровне трекинга абсолютно зачастую. Обыкновенно. Ну, если не брать каких-то вот Бон Джови мы разбирали, там типа вокал звучит просто охуеть как. То есть у нас ноль человек в стране так может спеть. Это, ну, типа, да, это вот с этим ничего не сделаешь. Это уровень. Это вот артист студия, продюсеры вот так исполнены, что да, это вот, типа, это где-то там. Но, когда ты слушаешь там Слепнот, да, или там, вот что мы недавно, Лим Бискет, этих, Корн, ну, блядь, типа, ну, у нас трекинг точно такой же присылают любители на сведения. Там просто материал похуевее, но трекинг точно такого же. Это Жока говорил, и я с ним согласен, но у нас в России научились записывать, у нас не научились сводить. Он говорит, присылают трекинги со студии, трекинги хорошие. А потом присылают микс с этой студии. Ну, то есть вот к Жоке приходят клиенты, говорят, мы записались и свелись на студии. И получился кал. Присылают микс говном. Он говорит, скидывайте трекинг, присылают трекинг, все хорошо. Жока просто пересводит это, отправляет, и они такие, ебать, супер кайф. То есть вот в этом, как бы у нас есть затык, что писать научились, потому что думали, что там какие-то особенно хорошие исходники. Они там совершенно обычные. Там сводят особенно хорошо, и особенно хорошо есть продюсерская мысль о том, как песня должна работать. Вот у нас пока что с этим проблем. А отсюда вопрос. Твоя дружба с Фредом? С Петровичем? Человек, который апологет. Надо играть, блять, чтобы... Слушай, ну... А чего? Ну, я не против того, чтобы играть хорошо. Ну, я вот так сам говорю, понимаешь, типа, что я не очень, как бы, там, заморачиваюсь. Но вообще, если честно, мои партии гитарные, которые я записываю в песне, я знаю, что мало кто так сыграет, откровенно говоря. Ну, типа, вот из тех, кто приходит на реб-базу к нам, например, я же вижу уровень гитаристов, я адекватно понимаю, что это хорошо сыграно, на самом деле. Просто я мог бы сыграть лучше, но мне неохота тратить на это время, я знаю, что это достаточно. Но, ну, вот даже, скажем так, то, как я исполняю, записываю гитары, это лучше, чем 95% того, что Жоке превосходило относоведение. И то, что Петрович говорит о том, что надо хорошо играть, я не выдержу в этом ничего плохого. Просто он это возвел в какой-то уже шуе, но это, надо же понимать, что он артист, он артист ютубного жанра. Максимализм, вот, абсолютно упертый, который он пропагандирует, это не его жизненная позиция, это его ютуб-позиция. Мы же знакомы за рамками ютуба, и у нас были какие-то такие диалоги на эти темы в том числе. Он, в общем-то, Юрий Петрович, я извиняюсь, если сейчас какой-то секрет открою, он сказал, да мне похуй. Он сказал, мне в целом похуй, кто как играет, блядь. Говорит, мне насрать. Я пропагандирую вот эту идеологию, и я это делаю максимально in your face, потому что гиперэмоция и бескомпромиссность это то, что заходит на ютубе, это то, что нравится людям. Ты должен максимально ярко какую-то мысль передавать, но у меня на тот момент сикость-накость были гитары. Он мне ничего не сказал. Он мне сказал, что я под такое ужасное типа там качество аккомпанемента, он просто сыграл соло и все. А в какой момент ты вот понял, что надо во всем самому разобраться? В 2011 году, когда очередная группа развалилась, в которой я играл, по причине того, что мы не могли сдвинуться с мертвой точки, по причине того, что месяцами ждали, когда у кого-то из музыкантов возникнет настроение, и он запишет свою партию в песне. Я на тот момент уже научился сам делать всю музыку, но были проблемы с пением. В году, наверное, в 2010-2011 мы пробовали играть в трэш-метал. Это были мои первые попытки петь. Я прямо срывал голос на каждой репетиции. Я после каждой репетиции вот так выходил. Ну, еще были условия технические, очень хуевые. Просто тихая линия была для вокала. Я пытался петь вот таким голосом, но, разумеется, все дико пережималось. Слава богу, у меня какие-то невероятно выносливые связки. Но я уже понял, что я могу все это делать. И, в принципе, когда эта группа тоже развалилась, я такой все в пизду. Я буду все делать сам. И я начал все делать сам. Этот путь, вот оглядываясь назад, это с того того? Какой именно? Ну, вот, типа, я знаю эквализацию, я знаю, как записать барабаны, я знаю, как, блядь, написать гитары, бас, написать мелодию, написать текст. То есть ёбнуться все это самому сделать. Типа, бессонные ночи, вот все. Ну, для людей, для многих это не очевидно. Кажется, что это, типа, легко. Но, типа, это же бессонные ночи, это же личное время, потому что ты же на работу тогда ходил, насколько я помню, по твоим другим интервью. Вот все вот эти жертвы, они стоили там? Да, однозначно да. Да, однозначно да, потому что, на самом деле, пока ты все это не умеешь, ты неполноценный музыкант. Я так считаю. Мне насрать, как бы, как считают другие. Я знаю, что есть человек, который, например, сидит в консерватории, в оркестре, дрочит по нотам, как бы, на скрипке, там, одно и то же, ну, или разные какие-то произведения, и, типа, считает себя музыкантом, и общество считает его музыкантом. Ну, хорошо, это музыкант-исполнитель. Для меня это, ну, не настоящий какой-то музыкант. Для меня, значит, музыкант пишет музыку. То есть композитор, это для меня музыкант. И автор песен для меня музыкант. А человек, который дрочит по нотам на скрипке, для меня, ну, типа, не очень музыкант. Когда ты заканчиваешь консерваторию, ты можешь выпуститься композитором. Композитор — это человек, который знает все. Он знает, как все инструменты играют, он знает все их диапазоны, тесситуры, как это писать в нотах, как это будет звучать в оркестре, как писать аранжировку. Таких людей выпускают профессионально в учебном заведении. Мне пришлось это сделать самостоятельно и в немножко другом жанре. Это действительно уровень понимания, как оно работает все вместе. Да, конечно, конечно, это того стоило. И более того, я считаю, что каждый музыкант, который хочет добиться чего-то, обязательно должен к этому прийти. И поэтому я настаиваю на том, что нужно зарабатывать музыкой. И что музыкант, если он хочет добиться больших успехов, я это довольно поздно понял, не должен ходить в офис, а в свободное время заниматься музыкой. Он должен все время заниматься музыкой и хоть как-то это монетизировать, чтобы ему хватало на еду. Потому что первые 5-8 лет они ни к чему не приведут 100%. Это будет изучение. И когда ты этим занимаешься по 12 часов 6 дней в неделю, ты намного быстрее этому научишься. И ты можешь добиться результата понимания намного раньше, чем, например, я этого добился. В 14 лет занявшись музыкой, ты в 22 уже можешь очень быть неплохим специалистом. Если ты будешь целенаправленно вот эти все годы сидеть, вот как современные эти рэперы битмари. Они же реально приходят со школки и сидят в эфэлке, набивают биты, читают рэп. И смотришь, а у них там, они были вот тупые школьники, ты будешь пить сок из моих носок, вот эта вся хуйня. А через 5 лет они выпускают рэп-альбом, и его кто-то слушает. И он типа не ужасен. А еще через 5 лет они становятся рэп-артистами. Это так работает в любой музыке. Ну а как вот понять, что ты движешься, не потеряешь, пройбешь в ад, потеряешь эти 5 лет. Главное, паре базовым. Ты же видел много этих групп, которые 5 лет сидят, дрочат один материал, делают первый концерт и разваливаются. Да. Как понять, что ты вложился туда, куда надо? Я помню году, наверное, типа в 16-м, может быть. Не знаю, в доисторические времена форумов на гитар-плеере было обсуждение творчества, и кто-то там что-то рассказывал за то, как, типа, делается музыка, и пришел кто-то в комментарии и написал, ребята, это все полная хуйня, делается музыка следующим образом. Вы записываете 5 альбомов с первой группой, потом она распадается, вы эти альбомы выкидываете, собираете вторую группу, записываете с ней еще 5 альбомов, она тоже распадается, вы эти альбомы выкидываете, и после этого начинаются занятия музыкой. Я полностью с этим согласен. Я уже тогда, прочитав это, думаю, мне кажется, блядь, человек знает, о чем он говорит. Я полностью согласен. А то, что из-за этих реббас тебя причислили, это был веселый список, я тут недавно читал, олигарх метал. Еще раз. Ну, тебя причислили к олигарх металу. Серьезно? Кто? Ну, список, я тебе потом скину эту ссылку. Вы что там охуели? Ну, там Марков, этот, человек из группы Пилигрим, ты, и... Ковалев. Да, 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 прошу прощения, забываю вечную фамилию. Вот, группа Анш, по-моему, и вот... Ну, Анш, это Ковалев проект. Это тоже его. Вот, ну, я такой Бау, в смысле, почему, и там, ну, он воделец, там, куча реббаса и прочего, что он мажор. Я такой, ну, окей, ладно. Ладно, ладно, нравятся богатые парни. Да. Что там, Марк, что-то я хотел про это добавить. Блядь, нет, я забыл. А что мы вообще говорили? Я про реббазы вообще хотел спросить, как ты в этом решил ввязаться, потому что это же максимальное решение, ну, минусовое, кажется, в России. Ну, и по факту так и есть. А, даже по факту. Это не бизнес, это благотворительность. Благотворительность? Да, мы потеряли дохуя денег на этом. По факту. Ну, типа, по молодости было впечатление, что реббаза это классное предприятие, когда ты, типа, и музыкой занимаешься, и деньги зарабатываешь. Выяснилось, что это, что это совершенно не так. Вот и все. Ребят, если есть идея открыть реббазу и зарабатывать на этом деньги, забудьте, это не работает. Студия звукозаписи тоже не работает. Не работает? Не. Ну, то есть Ларри Рекордс, который у них в свою студию, где в СМС-20 сидит? Не, ну, с таким именем. Понимаешь, студия звукозаписи работает вокруг имени. Построить просто хорошую студию и посадить туда работать с Валеру, это не сработает. Посадить туда работать с Амосфата, это сработает. То есть, просто открыть студию не получится. Нужно открыть студию с именитым замкачеванием. А реббаза, это в целом просто полный кал. Наверное, можно в каком-то уездном городе открыть реббазу, где там аренда 10 тысяч до 100 квадратных метров, но, типа, там и платить будут 100 рублей за репетицию. Про списки я вспомнил, ты сказал, что меня оказывается, я теперь знаю, что я олигарх металл, нас Мастер Сленд выписал из говнорей. Блять, вот это для меня был удар. Это Мастер Сленд, это удар вот просто по яйцам, как у Яцины. Это удар по яйцам. В смысле, мы не бал, больше не говнори. Блять, ну прикинь, ты занимаешься группой 10 лет, и тебя вычеркивают из говнорей. Вот это, вот это было больно. А насколько, я вот так спрашиваю, в какой-то момент, когда понимаешь, что ну вот ты смотришь группы, ты вот видишь их, ну на базе сидишь, пицца. Наверняка, что ты как хозяин там. Ну я часто бываю, я вот вчера смену отработал, потому что админ. Ну когда ты видишь, насколько отдает безнадегу это? Да не на сколько, мне на сру. Ну типа, блять, когда ты с этим постоянно, это перестает отдавать безнадегу. Ты это воспринимаешь, как типа то, что сверху небо, а снизу земля. Это, я по-моему, ввел этот термин, обыкновенное говно. То есть вот, знаешь, бывает необыкновенное говно, какое-то, например, очень вонючее, или там типа, ты входишь в общественный туалет, он как-то вот обдристан, что аж бачок. Это необыкновенное говно. И оно тебе режет глаза, типа, и ты такой, ой, фу, и тебя это выводит на эмоции. А бывает обыкновенное говно, ну вот типа, не знаю, Моисей Великанов, привет, тема про говно пошла, она говорит, ты заходишь в сортиры общественные, и там типа черкаши. Вот эти безнадежные группы, которые составляют 90% посетителей Rebus, ну в общем понимание, обыкновенное говно, но в том плане, что у них все обыкновенно плохо. Обыкновенно плохая музыка, обыкновенно плохо играется, обыкновенно плохо люди приходят на репетицию, они обыкновенно плохо записываются, обыкновенно плохо сводятся, обыкновенно не занимаются рекламой, обыкновенно у них 35 слушателей на Яндекс.Музыке. Это все обыкновенная ситуация. Это не вызывает никакой эмоции. Так всегда. И вызывает эмоцию, когда это вдруг не так. Тогда такой, о, нихуя себе, у них 3000 слушателей на Яндекс.Музыке. Блядь, ну-ка, ну-ка, что там, как это? А когда типа слушателей три, ты такой, ну да, типа он, жена и мама. Это обычная ситуация абсолютно. Когда я писал друзьям, ну это рубрика, когда я писал друзьям, типа о чем тебя спросить, и типа первым, ну ты примерно принимаешь топ-3 первых вопросов. Сравния? Да, это самый топ-1. Сегодня нет. Я вчера не поужинал, потому что приехал со смены очень поздно, полвторого ночи. И, соответственно, не получилось. Вот. А второй вопрос был, это мы с другом подметили в одном твоем видео, что зачем так для России стараться. Что, ну, у нас это, что группа хорошо играет. и типа о, знаешь, как это, слишком старается, для, ну, в России можно попроще и не выебываться. И не, ну, зачем это делать? Ты уже, блядь, делаешь это на сто тысяч человек максимум. Ну вот, типа, это вот вся, вся вилка, сколько народ может собрать. И ты сказал, что для русских, ну, сведение для русских, для русского вокалов, тогда сказал, что это, типа, слишком хорошо. Я понял, к Анву твоему вопросу, я не знаю ответ. Стараться, на самом деле, нахуй не надо. Надо достичь необходимого минимума и все. Дальше, вот этот дополнительный, как бы, никто не оценит из широкого слушателя. Мне кажется, это сублимация. Вот, музыканты очень много сублимируют покупкой оборудования. Потому что, типа, тебе надо встать, поехать в магазин, послушать педальки, подумать, заплатить денежку, приехать домой, начать ее тестить. У тебя 2-3 дня на это уйдет. Ты мог 2-3 дня сидеть играть на гитаре, но играть на гитаре очень скучно и сложно. А съездить купить педальку очень интересно, легко, это интертейнмент, но в то же время это как бы тебя тоже делает музыкантом. Ты ведь занимаешься музыкантскими делами, покупаешь педаль. И я думаю, что когда человек выдрачивает какие-то там партии, учится очень экстремально хорошо играть, он тоже сублимирует, потому что сидеть и технически заниматься на гитаре для большинства людей проще, чем сочинять музыку. И я думаю, что это точно такая же сублимация. Вместо того, чтобы писать песни, люди дрочат на гитаре. Ничего, что я так многое сделал, у меня нет. Отсюда я возьму весь ютуб-канал скилз, и он там про Кобейна делал выпуск, я сказал, что многие музыканты не понимают, ну и мы поняли, что мы так окрастили, вот Фреду это надо скинуть, там было про Кобейна, что это искусство называется похуй, искусство похуизма, что Кобейн может хорошо играть, но он играет так, потому что так, ну потому что такое вот настроение сегодня. Да, он говорит, вот русским, там такой вывод, что русским надо научиться искусству похуизма, не дрочить дольше, чем надо сведение условное. Да, я согласен, но этому нельзя научить. Мне кажется, ты сам до этого доходишь просто. Русским надо научиться искусству ебать себя в жопу с утра до вечера, если ты хочешь достичь какого-то результата. Понимаешь? Ты не можешь быть похуистым, если ты хуево играешь. Это тогда получается полное говно, это называется. Это вот как раз среднестатистическая группа, где все хуево играют, и они еще и на пуху к этому относятся. Как раз вот группа высшего эшелона, где играют все замечательно, но могут себе позволить типа сыграть по настроению как бы. Но между этими двумя точками пропасть. Осталось только понять. Ну, осталось только потратить 20 лет на то, чтобы научиться писать песни, играть на инструментах, сводить там и так далее. Чтобы потом уже себе позволять какие-то вольности. Типа, что-то не доделать и насрать как бы. Вот здесь появляется мой вопрос, который я взял из книжки 40-70 туровок русского руководителя. Блин, про книжку. Я тебе не принес книжку свою, прости, пожалуйста, у меня их нету. Я все продал до последнего. Мне не надо. Мне Марков когда подарил, я охуел. Я такой, типа, зачем? Не, типа, как-то культурно было бы, но я правда, я как-то, ну, не подумал и всех на концертах раздал. Я взял цитату. Так. Чтобы доебаться до тебя. Цитаты. Да. Ну, во-первых, книжка называется «45 татуировок менеджера правил российского руководителя». Хорошо. А цитата тут такая. Сначала научитесь играть по правилам, потом придумайте свои. Полностью согласен. Полностью согласен. Мы об этом с Жокой говорим постоянно. Что сначала надо научиться делать, как мы объясняем, а потом уже вы можете что-то поменять. Вот что, ну, это что касается сведения, например. Это, я быстро расскажу, но это было очень сложно. Мы объявили конкурс сведения. Выложили одни и те же исходники для всех. И перед этим Жока выложил 10 видео, в каждом объясняется, как обрабатывать каждый инструмент и эти видео на этих же исходниках. То есть просто инструкция. И мы выложили, сделали где-то 20 миксов, и я был уверен, что они все будут одинаковыми. Ну, я был уверен в этом, потому что, блядь, ну, а как можно сделать по-другому? Я открываю, они все разные, абсолютно. Кто в пизду, кто в Красную Армию, и все хуёвые. Я прихожу к Жоке, я говорю, блядь, а как так? Он говорит, я, ну, типа... То есть человек почему-то считает себя умнее, по умолчанию. И вот Жока сидит и говорит, вот бас обрабатывается так-то, так-то, так-то. Он такой, ну, блядь, да, у тебя неплохой звук, но я, пожалуй, сделаю вот так. Так же все там великие художники, скульпторы, они сначала заканчивают училище и сдают дипломную работу, где вот, типа, нарисовано, блядь, то, что как бы должно быть нарисовано и как оно нарисовано. А потом ты уже начинаешь жопой стругать на холст из жопы краской и говорит, что это, типа, авангардное искусство. Пожалуйста! Но ты должен быть допущен... ты должен быть авторитетом, грубо говоря. Ты должен уметь делать все, что до тебя было, чтобы создать что-то новое. Ты должен все это освоить. Конечно, согласен абсолютно. Ты занимаешься тем, что обычно, ну, обычно это делают, не делают в России. То, что на западном YouTube очень любят, шарить знания. Ну, как так называемый кноуч. То есть вы делитесь большой базой для людей. Ну, то есть, будь я вот начинающим музыкантом сейчас, я посмотрю бы ваши видосы, я бы охуел, потому что это такой буст. Понятно, что я бы, типа, на своих миксах бы хуевых, да, на моих миксах, если бы я бы крутил следующее вашим советам, я бы что-то да понял. Ну, надеюсь. Ну, мне кажется, как пришла идея, вот, то, что надо обучать? Блядь, ну, вообще, у меня всегда была вот эта хуйня. Я с первых же потуг занятий музыкой что-то на форумах писал, какие-то рассказы, там, портянки. Потом на гитар-плеере вот про открытие базы, про записи альбома. Ну, мне как-то нравилось рассказывать. Не учить, рассказывать, делиться опытом. Да, ты правильно сказал. Ну, и поэтому я блог в другом формате, кроме как делиться опытом, себе даже не представлял. Ну, вот сейчас мы делаем разборы мультитреков, например, ну, там, типа, блог, как там, типа, обозревать новости или делать обзоры альбомов каких-то групп. Я себе этого даже, ну, не мог представить. Для меня не стояло вопроса, что это будет блог, в котором мы делимся опытом. А почему русские не очень любят делиться опытом? У меня есть впечатление, но я, вот здесь я не ручаюсь. Это вот на кончиках пальцев впечатление, что, блядь, кажется, что есть секреты. И если ты их расскажешь, все эти секреты украдут и станут делать так же. И ты потеряешь свою ценность как звукорежиссер или как музыкант. У меня есть впечатление, что есть такая мысль у русских музыкантов. Это, конечно, полная хуйня, потому что, начав вести блог и бустим, мы убедились в том, что люди, даже когда ты вот разжевал и в рот положил, впадлу как бы хоть, освоить хотя бы это. Мы точно знаем, что из, ну, почти 400 людей, которые у нас подписаны на бусте, которые платят деньги за дополнительный углубленный обучающий контент, ну, где-то человек пять действительно чему-то научились. Вопрос, который я люблю. Меня за него критикуют. Он всех заебал, потому что длинная подводка. Я тебе сейчас расскажу. Ты попей тогда. Короче, Дмитрий Спирин. Написал эту книжку. Я эту историю от него и так знал. В бытность, когда они еще были супермолодые музыканты, они взяли нового бас-гитариста и решили, как модные, блядь, суперсовременные, серьезные музыканты пошли на рекорд-студию писаться, вот, музыку свою писать как следует, метроном, вот это все. И в середине записи басист останавливает записи и говорит, стоп-стоп-стоп, метроном врет. Отсюда появился мой вопрос, врет ли метроном? Меня просто смешит то, что это проспиренная история, но я бы сказал, что это Элто Джон, короче, сказал, что метроном врет. Метроном это 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 самое лучшее. Это что такое метроном? Это устройство, которое практически идеально отмеряет время. Что такое время? Время это то, что делает Вселенную из статичной вещи в движущуюся. Единственное, на самом деле, пространство без времени ничего не стоит. Какая разница, где ты находишься, если ты находишься там в застывшем мгновении? Тебе нужно время, чтобы это пространство исследовать и насладиться. Метроном это то, что считает время. Это пульс Вселенной, который ты можешь послушать. Это самое совершенное, что существует вообще. И музыка строится вокруг этого пульса Вселенной. Человек несовершенен, человек врет. Метроном, ну, типа, конечно, наверное, он тоже не совсем идеальный, хотя там вроде атомные часы цифровые, вот эти клоки, все такое, они вроде как дают прямо типа идеальный метроном. Поэтому, конечно, нет. Если вопрос про то, что в песне надо замедлиться и ускориться, это как раз как бы человеческая натура. Мы живем в разном темпе. Ты можешь быть утром пиздец, вот я сейчас пиздец бодрый, я рассказываю, также стекулирую. Мы закончим, я через 10 минут уже буду такой, господи, сходи бы покурить уже и энергетик выпить, все, я опустошен, типа я, а вечером я снова такой, блин, неплохо, что-то я разогнался, мысли там напридумывал. Человек вот, ну, очень, а метроном это вот и все, и ничего. Кстати, интересно потом померить, насколько я, и ничего больше. Но ты понимаешь, что между ударами одинаковое расстояние. Ты же можешь, слушая метроном, уже представить какую-то музыку. Прямая бочка в дэнс-музыке, это же метрономы есть, каждая доля считается, это есть метроном. И прямая бочка это самая популярная музыка вся, построена на прямой бочке. Это, грубо говоря, музыка под метроном исполненной. Так что, с господином нас-гитаристом. Я не знаю, что он имел в виду. Как можно отказаться от этого вопроса? А? Как можно отказаться от этого вопроса? Я, кстати, узнал, когда вы смотрели, чувак, который накинул комнату из ванной, ну, из туалета. Так. Это реверб, я там написал в комментариях, это альти реверб, альти реверб. Ага. А, то есть унитазный реверб, он существует как плагин? Это плагин стоит 850 евро, чтобы ты понимал. Ну, получается, дорога в рэп мне заказана пока что. Мне просто интересно, почему они используют, там типа Чорч, там типа это лучше Чорч этот реверб, но мне интересно, почему они используют такую ебаную картинку. Насколько люди, ну, насколько люди вот, инженеры. Я думаю, это шутка на самом деле. Да, там прям эта картинка, там реально вот это зеркало, туалет, просто ванная комната. Охуенно. У людей реально есть чувство юмора в этом всем. На самом деле, кстати, вот в звукоинженерии и звукотехнике очень много юмора. Твоя дружба с Беттером, он играет с вами, поет с вами иногда? Да. Гена, мой хоуми. Ты хочешь, чтобы я рассказал что? Про вашу дружбу дает ли преференции более популярный его канал вам что-то? Нет. Но Гена сделал очень много для группы. Вообще, в целом, просто потому что, ну, ну, он прям мой очень хороший товарищ. И, слушай, нет, ну, какие преференции? Ну, у него большой канал, но он же там не рекламирует Бау, Он как бы давал там анонсы каких-то даже, туров там или что-то такое. Ну, это не целевая аудитория, конечно. И, конечно, поскольку у него коммерческий довольно-таки контент сейчас уже, он не может, ну, типа, нас жестко форжить. Да и в этом, ну, нет смысла, честно. Но, например, когда я начинал YouTube, Генн мне очень сильно помог вообще просто, как это делается. Он мне помог установить программное обеспечение, он мне первые ролики монтировал просто так, блядь, чуваку, который 500 тысяч подписчиков на канале, по дружбе, мне с нулем подписчиков, типа, монтировал видео, понимаешь? Ну, он совершенно, ну, такой вот, типа, добрый парень, который вот ценит нашу дружбу и готов вот, типа, как-то вкладываться в это и эмоционально, и работать. Да, блядь, я тысячу раз говорил, Генн, я снял, короче, кучу контента, я сейчас приеду к тебе домой, мы будем монтировать, мне видео для Бау. И он такой, а понял, сейчас, типа, давай подъезжай, я пока, типа, помоюсь, будем работать. Ну, то есть, вот так к Гене можно заехать, поэтому, ну, типа, да, Генн мой суперхоми, и он любит музыку, он немного музыкант-сан, поэтому, если его удается вытащить на концерте, что-нибудь спеть или сыграть, я всегда это делаю, потому что, типа, это классно, и ему тоже, мне так кажется, это нравится. А почему, ну, мне некоторые люди просто сказали, когда там, я еще с Димой Кинокиллером делал интервью, меня просили позвать Беттер, мне сказали, ты позови, потому что он музыкант и играет в БАО. Почему у людей сложилось такое впечатление? Он много раз играл, и видосы с его выступлениями лежат на Ютубе, и их несоотносимо больше, чем в выступлении БАО без, то есть, видео с Геной по сравнению с видео без Гена, такое соотношение, что может показаться, что он член группы. Хотя, конечно, по факту, типа, в намного меньшем количестве он участвовал в выступлении. Может, теперь он согласится. А ты его звал? Да, он сказал нет. Ген, брат, ты че? Тут так душевно вообще. Нет, дорогой, надо двигаться. Ну, я надеюсь. Но его права ответить нет, конечно. Я просто позвал его сразу после кинокиллера, мне просто написали, я написал. Он сказал, нет, мне неинтересно. Ваше право. Жаль. Селебра? Ну, что ты скажешь? Вот мы поэтому на самом деле и дружим, чтобы мне хоть погреться в лучах света селебрити настоящего. Как найти такого, ну, женщины-музыканта в России? Я сейчас объясню. Есть стереотип, что женщины-музыканты существуют, не существуют. В целом. Ну, их нет. У тебя хорошая барабачица и басистка, насколько я помню. Барабачица, басистка. Ну, в целом я согласен, что женщин-музыкантов не существует. Бабенкам тяжеловато заниматься музыкой. Мне кажется, по двум причинам характер и физиология. Ну, я знаю, что есть там типа гениальные пианистки. Ну, конечно, они есть, но их меньше, согласись, в целом. Как бы. Много там скрипачек всяких и так далее. Вокалисток. Что касается игры на электрогитаре, я действительно не знаю вообще ни одной девчули, которая бы круто играла на электрогитаре. Мне кажется, что это связано с тем, что у них тонкие ручки. Игре на электрогитаре не так важны вот эти пальцы, которыми ты бегаешь, как вот, знаешь, какая мышца? Вот эта мышца. Мышца, которая возвращает руку вот из этого положения вот в это. Потому что вот здесь находится довольно большая мышца, она отвечает за сгибание руки вниз. И она у всех людей развита, потому что ты хватаешься, подтягиваешься, берешь, роешь. Эта мышца эволюционно, она значимая у примата. А вот эта мышца, которая находится вот здесь, у нее одна функция, вернуть руку вверх из этого положения. И это движение нахуй не нужно в жизни. Поэтому эта мышца ультра слабая, и она может вот, типа, только там пять раз подряд вернуть руку, и все. Ну, то есть, ты там берешь яблоко, да, вот тебе надо ее чуть-чуть согнуть назад. Это вся... А в стружке она занимается тем, что возвращает медиатор вверх, или когда ты играешь, я не знаю, там видно, нет, когда ты играешь переменным штрихом, удары вверх, все она делает. И мужик может эту мышцу накачать, а дамочка нет. Она прямо микроскопическая здесь. И ручка получается ну, хлипенькая вот. И вот она не вколачивает гитару, а писит по ним. И не получается. А играть круто нужно практически во всех стилях. Музыке, кроме там совсем какой-то, не знаю, расслабленного лаундж, джаза там или чего-то, практически везде надо вваливать в струны, нормально давать атаки. Поэтому, да, гитаристок просто практически нет. А вот что касается бейс, джитар и драмс, я перехожу на professional slang. У девчонок получается, потому что вот на бас-гитаре Анька играет пальцами. И пальцами это другая техника. Это как раз палец, он сгибается только вот этой мышцей, разгибается он сам. У тебя же рука типа не в кулак собранная. Ты расслабляешься, она разогнута. Поэтому в этом положении девчонка может пальцами вот, ну, типа, дергать струну. Да. А что касается барабанов, то да, парни лучше играют на барабанах, потому что более массивные руки, более тяжелый удар. Из-за этого снейр драм звучит лучше, томы звучат лучше. Но при условии того, что сегодня все равно в барабаны подмешиваются сэмплы, когда ты записал, даже если ты барабаны в студии, все равно они лейрятся и тригируются, подмешиваются сэмплы и становятся без разницы, там на записи в начале был ебать вот такой сильный мужской удар или обычный женский удар. Это становится непринципиально. Барабанщиц на самом деле сейчас много. хорошо играющих почти нет, но девчонок, которые играют на барабанах, много. Басисток, да, потому что бас это скучный инструмент и удивительно, что так получилось, что Анька увлеклась этим инструментом и в принципе она реально неплохо играет. Почему я их взял? Я думаю, это будет следующий вопрос. Мне вообще проще с девчонками, потому что у них эго меньше, а я дико подавляю людей своим эго, с которыми работаю, сотрудничаю. У них оно меньше, мне проще как бы надавить, а во-вторых, ну, типа, я думал, что это будет классно и необычно. Девчонки играют металл, причем еще и такой ебнутый. На самом деле я не знаю, насколько это сказывается на том, что группа привлекает внимание, но типа уже есть и есть. Я бы всех вообще девок взял, но вот на гитарах девки не умеют играть. Девки, извините, что я вас так называю, девушки. Но следующий вопрос про эгоизм, кстати, у меня был, почему ты взял. Взял, видимо, в соответствующую квалификацию была моя мысль. А сколько эгоизма в том, чтобы выходить и выступать перед людьми? Не знаю. У кого? У тебя. Эгоизма? Ну, высказываться и доносить свои мысли для людей. Я понять за ними. Вот, это классный вопрос, я никогда об этом не думал. И сейчас сидеть и думать, это будет тупо. Я не знаю. Эгоизм. Ну, что такое эгоизм? Эгоизм это эгоцентризм? Или эгоизм это давай в терминах. Эгоизм, мне кажется, это что-то плохое. Это когда ты свои интересы ставишь выше интересов кого-то другого и ты делаешь так, чтобы было хорошо тебе, но плохо кому-то другому. Это эгоизм? Нет, у меня эгоизм это в том, что у меня есть мнение и я хочу его высказать. Это же эгоистическая позиция. Ну, хорошо. Блядь, не знаю. Честно, у меня нет такого. Честно, когда я на концерте, я абсолютно не думаю о том, чтобы высказать свое мнение. Я думаю о том, чтобы всем было весело. Вот я, когда выступаю, для меня это самая главная задача, чтобы было классно тем, кто пришел. Чувствую себя ответственным за эту вечеринку. И я делаю хороший звук не для того, чтобы услышали, что я там пою, а для того, чтобы, типа, было приятно слушать. Я стараюсь выбрать клуб, чтобы люди могли там побухать, познакомиться, склеить там бобенку какую-нибудь, послемиться и так далее. Моя сверхзадача на концерте, чтобы все дико кайфанули, проперлись и ушли довольными. Я, мы на этом, наверное, поэтому играем по два с половиной часа, чтобы мне кажется, что если я час отыграю программу, типа, это, я недостаточно постарался. Вот так это для меня. Совершенно нету. Услышьте, блядь, а чего я скажу, что, типа, там, это самое, овощи жрут люди, ебать, вот эта информация. Ну, типа, я не такого масштаба. А ты не закладываешь, ну, серьезные смыслы в юмор? Нет. То есть нет сатиры? Нет. Ну, я закладываю жизу. Ну, то есть, ну, это как бы еще раз о том, что все и так знают, просто, типа, ввернуть это как, напомнить. Ну, я, типа, пиздец люблю русскую хтонь, что-то вставить из этой оперы мне всегда приятно. Ну, я не вижу в этом никакой сатиры. Я это воспринимаю, как вот оно такое. Я уверен, что я умру, Россия будет такая же. Не в том смысле, что что-то, ничего не изменится от того, что я умру, а в том смысле, что за мою жизнь нихуя не изменится. Ну, типа, вот в Садовом кольце, да, там Собянина сейчас еще раз выберут, он еще там бордюров нахуярит. А вот, ну, типа, в каком-нибудь, вот в чем мы были недавно. Вятка, Киров, я умру, а там будет все то же самое. Даже магазины, скорее всего, будут в тех же подъездах находиться. Страна поменялась? М? Ну, смотри, на твоем веку, мы же примерно с тобой ровесники, я так предполагаю, мне 39. Страна... Я чуть-чуть моложе получилась. Ты моложе даже. Я 88-го. А. Нормально, я думал, ты старше. Ну, ничего. Бэйби-фейсом попутает, блядь. Ну, мне так тебе представили, Павлов с бэйби-фейсом, я так, типа, блин. Ну, ладно, ладно. Это очень смешно. Это прикольно. Ну, ты молодо выглядишь это круто. Почему я все... А, что на нашем с тобой веку, который мы с тобой уже прожили, уже страна несколько раз поменялась. И строй, и революция была, ну, ладно, революция, путь был, потом два дефолта, ну, один дефолт большой, два экономических кризиса больших было, ковид был. Что, страна не меняется, хочешь сказать? Вот, знаешь, классно ты сказал. Мне кажется, что, знаешь, как бы вот, вот, страна это как будто почва. А вот то, что сейчас происходит, это на ней трава какая-то растет. Вот она меняется. Но почвы вот это нет. И вот есть понимание, что на этой почве может взойти, а что нет. И есть точное понимание, что у нас тут силиконовые долины, типа, и никогда не будет. И что там, типа, я не знаю. Торжественных гей-свадеб в уютных костелах тоже здесь никогда не будет. Есть понимание, что как бы вот то, что растет, оно не менялось. Вот эта почва, блядь, мы в советском, нахуй, типа, здесь фотостудия, но здание советское, советский цех. Понимаешь, вот это для меня сегодняшняя Россия выглядит примерно так же, как фотостудия в советском цеху. Это здание поставлено при царе еще. Ну, само это здание кирпичное. То есть, для меня это так. То есть, что вот это наносное, видимые перемены, которые можно считать, да, они есть, их дохуя, они очень быстро происходят. Ну, на самом деле, только в Москве. Чем ты дальше отъезжаешь? Типа, это я, это конечно не Россия. Уважаемые белорусы, пожалуйста, не обижайтесь, я знаю, что вы в другой стране живете. Мы когда первый раз в жизни приехали в Минск, я такой, выхожу, мы смотрю на улицы, а кто-то стоит рядом, такой, на часы такой, а какая разница во времени между Москвой и Минском? Я такой, блядь, лет 25. За МКАДом минус 25 лет. Короче, да, это не вот не соль земли, вот не глубинная хуйня, вот это глубинное не меняется. Глубинный народ, знаешь, есть такое выражение. Да, да, да. Вот он вообще не меняется. А тебе нравится с ним общаться? Покасательно. Пока не начался вот этот пьяный базар, что типа, ты че, блядь, может, мы сейчас как бы, я сейчас возьму нож, и мы типа там порешаем, какого хуя ты такой, такое вообще, блядь, вот пока, когда это уже начинается, этот этап, мне уже не нравится. А когда этап типа, здорово, мужики, че, как жизнь там, че, пивас классный, о, отлично, это супер кайф. Но в целом, конечно, у меня мало общего с таким, блядь. Финальная часть, финальный вопрос начинается. Это чуть больше про тебя, ну, насколько пустишь, насколько ты открыт к этому. Но начинается основа того же вопроса, а с сегодняшнего дня плюс 20 лет, как ты это видишь для себя? Да, я видел у тебя этот вопрос. Поэтому я подумал. Но на самом деле у меня был ответ готов моментально. У меня есть яхта, но не вот типа, а кораблик, вот, небольшой кораблик. Я нахожусь в Юго-Восточной Азии, Океании, вот там, в том регионе. Веду очень расслабленный образ жизни и я занимаюсь тем, что я писатель. Я пишу прозу на русском языке. Мне понравилось, я ввел этот вопрос, но не все любят на него отвечать. Очень странно, потому что в Азаре я выбил из клеи нахуй этим вопросом, что мне очень понравилось. Что для тебя твоя жена? Жена? Да. Это мой вообще прям, ну, соратник и партнер по жизни. То есть, мы про жену разговариваем, да? Ну да. Я не знаю, в каком тебе статусе, она девушка или жена. Да, мы два года назад поженились, вот у нас была вторая, мы вместе уже семь лет, получается, поженились два года назад. У нас была годовщина, недавно, короче, я просто не был. Это именно соратник, партнер, потому что любовь, это важный момент, но любовь, она такое, как бы, чувство приходящее, уходящее, знаешь, ну, типа, люди, люди влюбляются, люди, но вот именно когда ты с человеком чувствуешь себя партнерами по жизни, у вас общие цели, общие, как бы, планы, и вы вместе объединяетесь и идете к ним, они согласованы, вот это партнерство, оно для меня намного, намного важнее всего остального, и жена для меня именно вот такой, как бы, равноправный, совершенно партнер и соратник по жизни, в первую очередь, во вторую очередь козявка. А был ли момент, ну, то есть, сейчас, в 15-м году этот балл воскресил? Я не помню. Ну, в 14-м году, ну, неважно. Я к тому, что, типа, репетиционная база, так, бизнес в минус, балл, я думаю, вряд ли, ну, сейчас в ноль, наверное, я надеюсь, сейчас ты зарабатываешь этим, не в ноль, то есть, был ли момент, когда Анна говорит, бля, чел, может быть, нормальная работа, вот такая, сужена, да, нет, она знала, будет ли продолжать, но в те моменты она говорила, я не знаю, решай сам, я, типа, тоже не вижу в этом огромной перспективы, но тебе виднее, как бы, ее никогда не коробило, что я занимаюсь музыкой, и она никогда не считала, что это какая-то несерьезная хуйня, она видела, насколько я серьезно этим занимаюсь, а сейчас, ну, в общем-то, это даже не обсуждается, мы недавно разговаривали, я говорю, ну, если я сейчас брошу все это, это же просто stupid move, это глупо, она говорит, ну, блин, естественно, это просто будет тупой поступок, если ты сейчас бросишь этим заниматься, поддерживает меня по-настоящему искренне, она считает, что, как бы, у меня есть какие-то успехи, то есть она такая, нихуя там тебя на улице узнали, я такая, блядь, ну, узнали, узнали, меня же, не узнают на улице, ну, то есть, нет, она очень-очень позитивно меня поддерживает. Насколько в жизни, ну, вообще в твоей жизни, и у Лехи Сбавов допустимы компромиссы, где вот красная линия, до какого будут идти компромиссы у тебя? Слушай, я не знаю, я не могу это со стороны, я об этом задумывался, что вот, знаешь, мне почти со всеми тяжело людьми иметь дело общее, пообщаться, побухать, попивка попить, я вообще прям рубаха, парень супер, когда я с кем-то начинаю какое-то дело, мне почти со всеми становится очень тяжело и некомфортно, я думаю, наверное, проблема-то в итоге во мне, и поэтому я также со стороны не могу оценить, насколько я иду на компромисс на самом деле, может быть, мне кажется, что я иду на компромисс, а на самом деле я не иду на компромисс, но мне кажется, не очень я иду на компромисс, просто другой вопрос, что мне не нравится дожимать человека, я скорее скажу, ладно, у нас не получится ничего, давай разбежимся, и я буду делать, как я хочу, то есть мне не доставляет удовольствия кого-то, ну вот, типа, как сказать, доминировать над кем-то, мне это дико раздражает, я не люблю доминировать над кем-то, если я понимаю, что здесь надо, чтобы достичь результата, который я хочу над кем-то задоминировать, мне просят сказать, слушай, у нас разные взгляды, давай разбежимся, я сделаю просто это, как мне кажется, поэтому, где здесь линия компромиссности лежит, если взять, как ноль компромисса, там, типа, кого-то, как сто компромиссы, разумеется, Гитлера, наоборот, в смысле, как ноль компромисса, можно и так и так, в любую сторону, ну, а на жоку, сколько ты раздавил? На жоку? Два. Это хуй следует. Ну, я не знаю, давил, но у нас, как бы, были обсуждения нашего рабочего процесса, очень серьезные, в какие-то более-менее критические моменты, и в эти моменты я высказывал свою позицию и отстаивал ее в чем-то. Ну, вот это, наверное, но он тоже это делал, то есть, ну, наверное, это давление, потому что все остальное время, ё-ё, чё, чё, как дела, а, понятно, ну, что, снимем сегодня ролик? Ну, давай снимем. Мне сегодня неохота, ну, неохота и неохота. Вот так. Но можешь тебя убедить. Он меня? Да. Когда ты последний раз плакал? Я знаю точно, я помню это, я не знаю дату, но я помню случай. Я думаю, это было где-то 10 лет назад, просто потому что Алены еще тогда не было, а Алена это 7 лет. Я еще жил с родителями, кстати, да, тоже. Я сел посмотреть фильм, он назывался «Все еще Элис», там это, Джулианна Мур играет главную роль. Это фильм про блестящую женщину-профессора, которая заболевает какой-то очень ранней деменцией и полностью утрачивает свою личность за два года и становится маразматичной бабкой. И я сидел просто у себя в комнате, смотрел тут кинчик на ноутбуке, подбухивал что-то, покуривал калик, ну я типа так любил проводить время. И фильм заканчивается, и на финальной сцене я начинаю рыдать просто, просто неостановимо из меня, сопли, слезы, вот я просто рыдаю. Я рыдал минут 15, не мог остановиться. Я не знаю, я думаю, ну это психическая какая-то хуйня произошла. Что-то меня триггернуло настолько, а ну вот типа с тех пор я ни разу не плакал, и до этого я думаю, я тоже типа лет 10 не плакал. До этого я плакал в школе, наверное, типа последний раз, когда меня учительница немецкая очень любит. Я читал Пелевина, и нашел там цитату одну. Мою. Если твоя цитата, еще лучше будет. Вот, и я решил, как ты к этому относишься, твое отношение спросить. А цитата такая, с возрастом я понял, что на самом деле слова «прийти в себя» означают «прийти к другим», потому что именно эти другие с рождения объясняют тебе, какие усилия ты должен проделать над собой, чтобы принять угодную им форму. Почти все в творчестве Пелевина не понял. Ну, типа, искренне. Я обожаю Пелевина, мне кажется, я читал многое. Ну, типа, прийти в себя, это значит прийти в форму, прийти к другим, потому что ты всю жизнь приходишь в форму, которую они ожидают от тебя. Ну, они подрихтовывают до тебя. Не согласен. Согласен. Сердце или разум? Блядь, ну, это как сиськи или жопа? Ну, это ультиматум. Это патовая ситуация, в которой при любом решении будет проигрыш. Ну, здесь не будет проигрыша. Не знаю. Ну, нельзя без... Ну, в моей жизни разум превалирует сто процентов, но без сердца нельзя. Ты мамин или папин? Я свой собственный сын. Не знаю. Можно в общем ответить, это уже нормально. Я просто хочу понять одну вещь, ну, я через все интервью это пронес. Задрозство, занудство, ну, занудство в хорошем понимании, это не носовая, если что. Вот этот, детально разобраться, это у тебя от родителей или это самоприобретенное? Это у меня, мне кажется, я просто деда пытаюсь как-то проанализировать, но я не уверен, что у него было такое именно любовь докопаться, да. Слушай, не знаю, нет, точно не от родителей, у них вообще нет такой черты. Вообще, знаешь, я во многом как бы и похож, и не похож на родителей. Я постоянно это анализирую, потому что я сейчас особенно в таком возрасте, когда ты начинаешь очень сильно себя сравнивать с родителями. Но мне почему-то кажется, что у меня много каких-то возникло вещей, которые совершенно не похожи на то, как это было у них. Станет, по-моему, лет через 10. Сейчас вот какой-то странный этап, когда мне очень себя сложно с родаками сопоставлять, наверное, потому что я моложе, чем я их помню. Вот через 10 лет я достигну того возраста, когда я уже их хорошо помню, я считывал не на уровне ощущения, а на уровне разума, чего они думают, говорят и делают. Вот я думаю, через 10 лет я смогу сказать, на кого я похож, от кого это все и так далее. Сейчас пока мне непонятно. Сейчас я и бабушек с дедушками узнаю часто. Приходи через 10 лет. Повтори. Буду рад. А что так долго существовалось? Да, супер кайф, почему нет? Произитациональный вопрос. Где-то я смотрел интервью Лимонова-Познера, и Познер спросил Лимонова, что однажды вы написали, и он процитировал. Лимонов ответил, да, какой я молодец, а вопрос оттуда такой. В жизни каждого человека, это Лимонова написал, в жизни каждого человека есть моменты, в жизни которого хотя бы выкинуть навсегда, чтобы их не было, или забыть. Есть ли такие моменты в жизни у тебя? В жизни каждого человека есть моменты, которые он бы хотел выкинуть или забыть навсегда. Но он же тогда будет другим человеком. Ведь личность состоит, она же из опыта. если ты выкинешь часть своей жизни, ты станешь другим человеком. Потому что, во-первых, у тебя есть сформированные нейронные связи, которые определенным образом реагируют на определенные ситуации. А во-вторых, ты делаешь выводы из своего жизненного опыта и, соответственно, мыслишь и ведешь себя. Если часть этого жизненного опыта убрать, ты, значит, не сделаешь эти выводы, и ты обязательно попадешь в эти же самые ситуации, в которые ты уже прожил, и больше в них не попадаешь. Нет, я считаю... Ну, в смысле, в моей жизни есть вещи, за которыми я не горжусь. Есть стыдные ситуации. Есть одна очень стыдная ситуация, я даже не хочу ее рассказывать, о которой я был. Есть вещи очень странные, когда, например, мы детьми изучали гениталии друг друга. Думаю, что у многих есть такой опыт. Но нет, я бы ничего не хотел вычеркнуть и забыть. Ну, я же буду... Это же буду не я. Это как вот в этих Рико и Морти и все такое, когда тебя клонируют, короче. Не, ну, есть же... А потом убивают кого-то случайно, и вопрос, это типа ты остался или нет? Есть же какие-то ошибки, которые ты из раза в раз повторяешь. Такое же бывает? Нет, я стараюсь. Знаешь, вот есть выражение «умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих». Мне кажется, оно совершенно неправильное. Мне кажется, умные учатся на своих ошибках, а дураки вообще не учатся. Вот, я стараюсь учиться на своих ошибках, и... Ну, у меня есть... У меня реально есть прогресс. Я реально иногда чувствую, блядь, я хочу сделать так, а потом думаю, я так уже делал. Я знаю, чем это хочется, я так не делаю, и потом я узнаю, что так и не надо было делать. Финальный вопрос. Он состоит из двух частей. Моешь коротко, моешь вот... Что я скажу, оказавшись перед шевчаком? Надо так... Со следующим интервью так и будет. Ну, какую-то более одиозную. Но у меня мрачный вопрос. Ты на своем месте, ты счастлив? Это две части? Да. Блядь. Нет, давай я со второй части начну. Я не счастлив, потому что счастье это не перманентное чувство. Не может быть перманентного счастья. Счастье это... Оно поэтому так и ценится, что это эмоция, которая приходит и довольно быстро уходит. И мне кажется, счастливость твоей жизни определяется тем, как часто ощущение счастья тебя посещает. Меня ощущение счастья посещает не часто, но вспоминая депрессивные периоды своей жизни от, наверное, 19 до 25 лет, когда оно меня вообще никогда не посещало, я могу сказать, что сейчас оно посещает меня довольно часто. Я совершенно точно уверен, что я могу свою жизнь повернуть так, что оно еще чаще будет появляться, и в принципе я туда движусь. Но для меня это не очень важно. Типа для меня вот это вот всегда как-то мелко звучит. Счастья, счастлива, блядь, давайте. Типа для меня всегда вот это, знаешь, сразу какие-то разговоры, блядь, Харе Кришна, Харе Рама, блядь, вот это, ну типа это на мой рельеф не ложится, что надо быть счастливым. Надо начинать утро с 15 минут йоги. В идеале утро надо начинать с того, что ты допиваешь бутылку теплого выдыхшегося пива. Но просто уже здоровье не позволяет такой образ жизни вести. Но поэтому, по счастью, я думаю, разобрались. Что касается на своем месте или нет, я думаю, что нет. Я думаю, что я должен был быть инженером и строить какие-то грандиозные проекты. Например, быть инженером вентиляции или быть инженером электросетей. Или я должен был быть писателем. Это мне было прямо... Я абсолютно в этом уверен, что Господь считал, что я должен быть писателем. Потому что я просто открыл ноутбук в 14 лет начал писать, и это было очень неплохо. Чувство слога, слова и того, где ставят запятые и так далее, оно просто врожденное. Но мне показалось это скучным. Как очень часто бывает, что человек чем-то одарен, и ему скучно этим заниматься. Так что, я думаю, наверное, нет. Я думаю, вселенная не подразумевала, что я буду заниматься музыкой, поэтому у меня такой хуевый слух, например, и такой хуевый вокальный данный, что это не было заложено во мне. Я думаю, что я должен был быть либо инженером, либо писателем. Ну, писателем, я надеюсь, еще стану, инженером уже, наверное, нет. Спасибо, что пошел. Было очень интересно. Спасибо тебе огромное. Ребяточки, целую вас. Молодцы. И вы, и вы, и вы. Субтитры сделал DimaTorzok